В ролике в одном из последних про плоскую землю, что там с плоской землей, я, как выяснилось, плохо отозвался о наркоманах. И мне человек написал комментарий большой. Видно, что зацепил, зацепил я человека за живое, и он написал, что зря ты так о наркоманах. Наркоманы классные, ну и так далее. Изумляет Миея вот такое пренебрежительное отношение к наркоманам. Почему-то принято без всяких яких полагать, что это практически и павшие уголовные соц. Единицы, не способные ни на что, окромя проституции и воровства, ан нет. Я сам наркоман и знаю множество персон весьма творческих, интеллигентных, честных, красивых и... Т. П. Мне более неприятны, например, обжоры или сексуально озабоченные алкаши и панторезы. Поросил бы автора публично ретироваться по этому вопросу в шутку, конечно же. Тема более чем заезженная про наркотики, про наркоманов. Немножечко я о ней тоже расскажу. Потому что знал я и наркоманов, и даже знаю наркоманов. Расскажу, как они выглядят и как все это начинается у людей. Сейчас самый распространенный наркотик это мефедрон. Самый топ-1. И скорее всего парень, который писал, что зря ты так о наркоманах. Я вот вангую просто, что это мефедронщик. Я даже вангую, что это мефедронщик, который употребляет очень редко. И поэтому он считает, что он не наркоман. А просто какой-то... Может быть он себя даже исследователем мнит. Что вот с помощью вот такого-то ощущения при помощи наркотиков. Он там себя куда-то и вот он больше жизнь там глубже понимает. Вот для этого ему все нужно. И поэтому зря ты так... Ну я про всех там наркоманов я плохо сказал. Что вот они там сволочи гады приезжают сдавать магнитолу у меня здесь ночью в ломбард. А есть какие-то хорошие якобы наркоманы. И вот ну вероятно он себя к ним причисляет. Скорее всего. Я что здесь вам хочу сказать. Кто наркоманы, они все это уже знают. А вот кто не наркоманы, кто не наркоманы. Или даже более я скажу. Вот если у вас есть дети. Обязательно дайте им посмотреть этот ролик. Потому что это будет им интересно. Возможно. Хотя подростки все абсолютно отрицают. Все что там какие-то взрослые говорят. Это наверное фу чушь, ересь. А мы сами разберемся. Не разберетесь сами. Не разберетесь. Потому что когда вы выпьете яд. И поймете что разобрались. Назад пути уже не будет. Это уже будет внутри вас. У меня есть один товарищ. Наркоманом он был. Как он говорит прям настоящим. Кололся по Вене. Очень давно. Уже больше 10 лет он. Как-то там у них это называется. Ремиссия что ли. Ну в общем в завязках он. В строгайших. Насколько это возможно. Он не пьет ничего вообще. Даже без алкогольного пива. Ничего абсолютно. Уже не говоря там о приеме наркотиков. Вот так вот сильно его там закодировали в центре. Где он выздоравливал. Вот так вот. Но тем не менее. Казалось бы. Выздоровел человек. Вот и нет. Не выздоровит он никогда в жизни. Во-первых он говорит что тяга у него есть по прежнему. Но это все фигня. Что тяга есть. Он ведь да. Не позволяет ей возобладать. Не колется. Не курит. Ничего. Не курит имею ввиду траву. Пустой. Выжженный человек. Рыбьи глаза. Рыбья жизнь. Без интересов. Холодный. И скупой на чувства. Ну не скупой. Скупой это тот у которого есть. А он не дает. У него же этого ничего нет. Абсолютно пустой. Внутри. Еще раз говорю. Выжженный. И вот это вот. Личина. У него. Здорового человека. Он бегает. Пробежки там по 17-20 километров. Все это полная херня. Внутри его скорлупы человека нет вообще. Настолько выжженный. И ничто его не колышет, не волнует, не интересует. Его эмоциональный фон колеблется разве что в минус иногда. То есть вот куда-то там вниз он может. Вверх никогда. И я помню еще давно он был другим человеком. Другим совершенно. Но вот так вот его выжгли наркотики. Я хочу рассказать немножечко. Это было преамбула все-таки. Это было вступление. Я хочу рассказать про мефедрон. Как люди заблуждаются в нем. На самом деле. В идеале, чтобы вы не попробовали никогда. Чтобы вы не допустили никогда мысли о том, что может быть я попробую. Даже такой мысли не допускайте. Потому что уже сама эта мысль, эта веревочка, это ниточка, которая вас приведет в итоге к употреблению. И самое страшное это употребить. Потому что если вы употребили, то после этого какая вторая может быть мысль? Самая страшная. То есть когда вы употребили в принципе что угодно, кроме каких-то очевидных ядов, цианистого калия, вы вроде бы жив. А после мефедрона вы не просто жив. Вы в прекрасном состоянии, в великолепном. Вы не чувствуете ни тяги, вы не чувствуете ни похмелья, ни ломки какой-то страшной наркоманская, о которой мы наслышаны, как там вот какая-то ломка есть. Им так больно плохо. Можно там иголки им под ногти загонять им так больно не будет, как эта самая страшная ломка. Так вот от мефедрона никакой ломки нет. После первого, второго, третьего, пятого, десятого употребления. Никакой. И это, вот это именно, это самое страшное. Возьмите, выпейте литр, например, водки. Бутылку. Может быть похмелье, может быть очень плохо, вы можете блевать, вы можете еще три дня себя плохо чувствовать, а при сильной интоксикации, отравлении, вы можете и надольше себя плохо чувствовать. В этом и есть некий плюс алкоголя. То, что есть очевидные последствия, а здесь их нет. Здесь ты принял, тебе хорошо, отпустило, прекрасно. Ты тут же можешь сесть за руль, у тебя трезвый ум, и это самое вот ощущение, твое прекрасное, оно тебе говорит, можно и второй раз употребить. Всего лишь второй. Ты не думаешь о том, что теперь я буду употреблять всю оставшуюся жизнь. Уверяю вас, так никто не думает. Первый раз вот человек затягивается сигаретой, кашляет, зеленый весь, ему в голову не придет, теперь я буду курить всю оставшуюся жизнь. Нет. И сколько я помню ребят, которые начинали курить сигареты обычные, они все говорили, всегда говорили, да я балуюсь. Вы слышали, да? Вы слышали такие слова, например? Я балуюсь. А потом уже не балуются, а потом уже который раз пытается бросить курить и срыв, бросить курить и срыв. Не могут бросить. Но начинается все с баловства. И здесь вот с этим мефедроном, оно начинается все с того, что ты просто разрешил себе попробовать. Но под ним так хорошо, что ты даже не знал, что оказывается в тебе, в обычной твоей жизни, столько напряжения, столько каких-то узлов, столько запретов, столько ты лишнего думаешь об окружающих, а они оказывается все тебе друзья, они оказывается, тепло для тебя, солнце они для тебя, радость, они враги и конкуренты. Вот так вот окружающие под мефедроном воспринимаются. И ты думаешь, да, наверное, это вот то оно и есть, что я искал в жизни, вот это самое. Ну и, конечно, это же эйфоретик, ты испытываешь эйфорию. У тебя, если простым языком говорить, у тебя очень хорошее настроение, великолепное. Прям вот представьте свое самое лучшее настроение и умножьте его на 10. Вот под действием мефедрона что вы чувствуете. Какая-то там сексуальная активность, да, секс какой-то невероятно крутой, невероятно. И ты думаешь, ну, столько плюсов, ну, столько плюсов, а очевидных-то минусов нет, похмелья нет, с работы тебя не уволят, если ты там ночью долбился, не ночью, долбился там днем, а тебе там в 12 на работу. Ты как огурчик придешь на работу. Никто тебе ничего не скажет, не заметит, там красные глаза у тебя не будут. Ничего этого у тебя не будет. Великолепно себя чувствуешь, изо рта ничем не пахнет. Вот так вот. Но это только начало, это начало, это начало, и ты не замечаешь, как каждый, прием каждый, даже если между ними месяц, два, а он же умеет ждать, он говорит, я подожду, ты терпи, ты говори, что ты не наркоман, сам себе говори, таким же, кто вместе с тобой принимает, мы же не наркоманы, нет, ни в коем случае мы не наркоманы, мы же редко. Это вот наркоманы, которые вот уже в говно истыканы, вот такие вот полосы на венах, вот это наркоманы с конченной жизнью, это наркоманы, а мы-то, смотри, у нас активная жизнь, у нас там семьи, у нас спортзал, у нас на работе повышение, ну какой же я наркоман, все здорово. Но каждое, как я сказал, применение этого наркотика из твоей личности, из твоей личности, вот по крупице, по пикселю забирает радость жизни каждый раз. Что такое радость жизни? Это возможность испытывать эмоции. Вообще, какие-либо эмоции, это радость, даже в каком-то плане негативные эмоции, это может быть радость, потому что это все равно колебания. И после этого колебания у тебя может быть восстановление, или наоборот, даже скаканет вверх после негативных эмоций. Например, если вы шли, и вас из-за угла какой-то ваш друг испугал, у вас сначала испуг, а потом, а потом-то эйфория, например, даже может быть, а, и вы там поржете, прикольно, ах, как ты меня напугал, вот такой вот прям волна мурашек и пота пройдет. Так вот, что делает подобный наркотик? Он из, скажем так, ваших возможных колебаний, да, вот такая вот диаграмма, как рисует кардиолог, да, вот этот аппарат, такой же, такой же можно нарисовать и колебания вашего эмоционального фона. И он сначала вот эти пики чуть-чуть уменьшает, чуть-чуть, понемножечку сглаживает в обычной жизни. Под наркотиком-то у вас все будет ярко, у вас будет вот такая пика вверх, именно положительная. Но в обычной жизни вы этого, самое интересное, вы этого даже не заметите, потому что это он у вас отбирает по крупице, по маленькой, а когда по маленькой, это незаметно. Это так называемый эффект лягушки, когда лягушку можно на медленном огне сварить, и она этого даже не заметит, вот этого плавного повышения температуры. В трезвом состоянии вы скажете, да я такой, как и был, я ничем не изменился, но вы изменились, вы изменились незаметно для себя, и это самое страшное. А когда незаметно, то что? Да я еще приму, да еще, и еще, и еще. И так далее. Незаметно погружаясь в эту трясину, все сильнее и сильнее. И когда вы вдруг, вы вдруг обнаружите, что да, у меня проблемы, у вас уже назад пути нет. Вы уже не сможете. Раз, просто вот, и все, я больше это не делаю. Вы уже не сможете. Уже урон вашему организму будет нанесен такой, что если представить вас полностью, стопроцентно изолировать, на другую планету перенести, где нет этого вещества, вы уже никогда не будете прежним, и никогда не вернутся к вам эти эмоциональные способности. Потому что способность проявлять и чувствовать эмоции, это великолепная, высшая, мне кажется, способность, которая есть у человека. Очень интересная, и которая дает нам радость от нашего какого-то бессмысленного существования. вы не будете чувствовать радости от хорошей погоды, от вкусной еды, от каких-то шуток, от радости от занятия спортом, от занятия сексом не будете радости чувствовать. Потому что это смешная и черно-белая подделка по сравнению с тем великолепным сексом под этим веществом. Понимаете? Все это, все это, я говорю людям, которые не пробовали, не пробовали, и чтобы они никогда не попробовали, никогда. Потому что очень мало кто из вас, из нас обладает волей или трезвостью ума, чтобы определить и понять, если мне так хорошо под действием этого наркотика, то, наверное, это плохо, наверное, это деструктивно для меня. Нет. У нас так не думают. Наркоманами почему становятся? Потому что мне так хорошо, я хочу этого хорошо еще. Просто дайте мне еще. И все. И все тут. никакого дальше трезвого существования. Он не хочет думать даже об этом. Потому что мне так хорошо в этом состоянии. Вот я в нем хочу зафиксироваться. И все. И какая там у меня там дальнейшая жизнь будет, да хрен бы с ней вообще. Не имеет значения. И все. Конечно же, вот такие выводы, это не будет после первого принятия. Это будет уже после последующих, когда вы уже не захотите этот мир видеть трезвыми глазами. Он для вас будет слишком померкшим. Те, кто уже это прошел, они меня понимают. И те, кто сейчас это принимают, все, они не захотят меня понять. Не захотят. Они будут говорить, нет, я принимаю редко, я контролирую. Потом я живу два месяца и не принимаю ничего. Или там три месяца, или год, и не принимаю ничего. А значит, я так, наверное, они представляют, что будут все оставшуюся жизнь это делать. Но естественно нет. Естественно. Потому что каждое принятие, каждое отнимает у тебя частичку, грубо говоря, души твоей, которая уже никогда к тебе обратно не вернется. Никогда. Даже если ты бросишь и пройдут десятки лет, никогда. Потому что вот этот товарищ, о котором я говорил, он уже не принимает ничего. Но больше десяти лет это точно. Абсолютно выжженный внутри человек. Абсолютно. Объяснить даже это ему я не могу при моем красноречии. Насколько там я был с ним раньше на короткой ноге, скажем так, мог ему что угодно сказать. Не могу. Он не поймет. Он не понимает, о чем вообще ты говоришь. что у меня там выжжено. Я нормальный. Я не принимаю. Но он не мефедронщик был, он был, по-моему, героинщик. Но тем не менее. Да, тем не менее. Вот, что я хотел сказать про наркотики, эту самую наркоманию. у меня сейчас есть племянник, ему вот 8 лет, 9 ему будет. И я с ним уже начал об этом говорить. Я считаю, что нужно настолько своим детям вот вдалбливать это в голову, чтобы они как огня, как удара током боялись всего лишь первого, первого, вот единственного принятия в себя наркотиков. Потому что они попадут, когда во взрослый мир, скорее всего, там будут какие-то друзья, компании, которые скажут, да ты чё, ты чё ссышь, я уже давно принимаю и видишь я какой нормальный, какой я классный. Тож попробуй. Вот человек должен знать, что он не попробует первый раз и всё. Вот первого не надо. Не надо представлять себя, что я не стану наркоманом, а первый раз ладно, не наркоман. Нет, вот этот самый первый раз ты должен в голове исключить, вот чтобы такое отторжение было, что когда ты видишь наркомана, просто видишь его, презирай его, ненавидь его, плюй в его сторону, если ты видишь наркомана. Почему так? Это не потому, что нужно наркоманов какими-то изгоями сделать, делать, а их нужно сделать изгоями для того, чтобы следующие поколения не стали наркоманами. Понимаете, в каком обществе мы живем? У нас здесь везде передается эстафета. как и с курением я вот объяснял то же самое. Эстафета передается. Папаня курит, сын курит, потом у него сын курит, и все курят, мать его. До сих пор я встречаю, мне кажется, мне уж кажется, ну такой у нас информационный век, ну так уже все разжевано людям. Нет, я до сих пор встречаю людей, они курят. Я говорю, ну как, ну как ты просто можешь себе позволить курить, это же идиотизм. Нет, это сильнее, это уже стало намного сильнее их воли, намного. И с этой самой наркоманией, как и с сигаретой, нельзя, первую сигарету нельзя, никогда, ни одной затяжки. Так работать нужно со своими детьми. Вот если у вас есть дети, над чем вы еще хотите там работать, корпеть, усилия создавать, как только не над своими детьми. Это самое, это самое вот что важное в жизни, передать эту мудрость. Ну вы же уже взрослые, уже поняли, ну возьмитесь за детей. Почему до сих пор у нас дети такие? Потому что родители не занимаются. Я же не могу всех детей воспитать. Если у меня была такая возможность, я бы как доктор Манхэттен размножился в каждую семью и проводил бы там лекции с детьми. С удовольствием, конечно. Какое-то оздоровление разума делал бы им. Всего доброго. Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok